Ну вот мы вышли из автобуса и движемся к комплексу Акваколизе. Меня зовут Брайцева Христова и я управитель туристических комплексов Акваколизе. Мы попросили у управителя разрешение на съемку. Так, из-за того? Да, нет, никакой проблемы. Но только мы спрашиваем вас, чтобы потом вы прислали материал туда. Мы в этом заинтересованы. Это наш. Вот они, руины древнего города Акваколизе-Сармополе, который впервые был обозначен на римских картах 2 века. А первыми на этих землях появляются тракийцы еще две с половиной тысячи лет назад. Главным богатством этой земли являются горячие минеральные источники. Легенды о волшебной живительной силе которых ходили еще в древнейшие времена. Еще при тракийцах сюда приходили лечиться люди из дальних мест. Во втором веке нашей эры при императоре Трояне здесь были построены римские термы. Археологические исследования, которые ведутся здесь с 2008 года, подтвердили, что Акваколиде был огромным городом. Где проводились спортивные игры и чеканились монеты с изображением них, покровительниц источников. Сегодня Акваколиде это одновременно и площадка для научных исследований, и прекрасно обустроенный туристический комплекс. Открыта сцена, интерактивный музей, археологический аппадериум, источник стена, студионная баня, чешмей с минеральной водой. Это конечно кафетерия, без этого кафетерия, без кофе у них это невозможно. Магазин за сувениры, так и чешма, ну вот она эта чешма, чешма это значит такая оформленная, да, нельзя как сказать, сооружение для того, чтобы воду здесь можно было наливать. Да, вот здесь вот даже с кранами, чешма это конечно уже, что тоже, вот, химический анализ воды. Температура 41 градус, алкалная реакция. Воздействие, видишь, при 100-мошечном шелевне. А, пи-Аш реакция, минеральная вода. Вон там написано, видишь, воздействие, благоприятное воздействие при эти желчно-чернодроте, при желчно-каменной болезни, вовречные, как их пучки, что ли, вовречные, вовречные, онкологические, метаболити, заболевания, запрессулах, обмен веществ. И укрепление организма содержит... Вообще легенды о волшебном воздействии этих вод ходили еще в древности. Так, ну и дальше тут что, перечисляется химический состав. Сейчас мы это сфотографируем, а вы будете там изучать самостоятельно. и сбор трех мифов, источник трех мифов. Так, 3D-вустановка. Ай, ты видишь, смотри, здесь можно это на телефон скачать и посмотреть. Да? Да, ну вот, видишь, это... Ну, значит, надо... То есть этот фильм можно скачать? Ну, не фильм, надо зайти посмотреть, что там будет. Ну, да, мы зайдем, спросим сейчас. А, айволк... А, этот, из Теглити, айволк гайд... Этот... Гуд... Этот, гайд можно скачать. Гида. Гида, экскурсовода. И здесь вот еще все время рассказывают по-болгарски. С внешней стороны тоже много интересной информации можно слушать. И здесь рассказывают по-болгарски. И здесь вот, из-за того, что, первое сна... С адриками, с восхождением, пишут много угробистых, из-за того, как и путешественники, и географии. И в географии. Археологические поучивания на адриками, из-за того, что, первое сна... Значит, то есть мы можем туда выйти и просто увидеть восстановку... Увидеть там картина, которая была... Без звука, без рассказа. Там вы можете выбрать язык. Можно выбрать язык. То есть послушать. И послушать. Рассказ. Рассказ там. Замечательно. Спасибо большое. Вот это уже часть, которая раскопана, сохранена. Это вид сверху. Здесь специально застекленный участок, чтобы можно было все рассмотреть. Ну, а сейчас мы с вами заходим в хамам. Да-да, не удивляйтесь. Это самый настоящий турецкий хамам, построенный могущественным султаном Сулейманом Великолепным в конце 15 века. Здесь Сулейман излечился от травматизма и в благодарность благоустроил баню. Так. И проходим внутрь бани. Двери после его проходят. Такая низенькая. Даже мне приходится наклоняться. Ух ты! Ух ты! Все работает. Можешь не включить и проверить. Какая красота. С помощью 3D-видео мы погружаемся в легенду о трех нимфах-покровительницах источника. И узнаем всю историю Акваколиде. О, здесь даже крестоносцы побывали. Ну вот, видите, здесь написано «Кафетерия». Подожди еще раз. Так, ну, мы без проблем тоже не обошлись. Решили попробовать. Место в «Кафетерии» в «Осе». Разбираем, пробуем. Ммм, вкусно. Очень прилично. Как раз для двоих. Нам для одного мало. Посмотрим, здесь интернет есть или нет. Сейчас посмотрим. Да, интернет есть. Ну, я знаю, что только с вами вообще. Да, большая работа. Да, Анастасия такая. Да. Ну вот, сейчас минут 15 проводят. Ну что, пора в автобус. В Болгарии вообще огромное количество римских терм и римских городов. И у нас на канале вы можете посмотреть и про тот город Сердика, который находится в самом центре Софии сегодня. И про варнинские термы. Да, и вообще про римские туалеты, потому что мы очень заинтересовались этой темой и сделали даже специальное видео. Вот. И, кстати говоря, турки потом тоже во многих местах эти римские бани восстанавливали. Вот взяли этот принцип римских терм. Так что, смотрите, у нас есть очень много материала по этому поводу. Спасибо.